Здравствуйте! Время новостей на телеканале Саратов 24. Меня зовут Жанна Марченко. Я и мои коллеги готовы рассказать вам о главных событиях к этому часу. Вышли на улицу. Когда мы вместе, мы непобедимы. В Саратове прошел масштабный митинг в поддержку армии. В нем приняли участие тысячи горожан. С каким инструментом ходит призрак по консерватории, рассказали журналистам во время экскурсии. С подробностями Надежда Новикова. Уличное искусство. На саратовской многоэтажке появился код, где можно увидеть новый стрит-арт. Расскажем в нашем материале. Какая температура за окном ждет нас в субботу, 24 сентября, на Святую Феодору? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Дождитесь. Пришли с поддержкой. Сегодня в центре Саратова прошел митинг. На театральной площади собрались порядка 9 тысяч жителей. С флагами и без. Так горожане поддержали специальную военную операцию на Украине, главу государства и начавшиеся референдумы. Они проходят на Донбассе, Херсонщине и в Запорожье. Жители хотят, чтобы их регионы присоединили к нашей стране. Народ Донбасса и тех областей, которые мы хотим, чтобы они проголосовали, сделали выбор, должны чувствовать поддержку в России. Потому что ребята, которые сейчас воюют, и которые были объявлены сейчас частично мобилизацией, должны понимать, что мы их поддерживаем, мы вместе, мы им сила. Когда мы вместе, мы победимы. В самые тяжелые моменты нашей истории всегда людей провожали с музыкой, с песнями. Мне ясно, что это достаточно тяжело, но тем не менее, сегодняшнее мероприятие, это в первую очередь поддержка тех людей, которые хотят присоединиться к России, тех, которых ждет, собственно говоря, своя родина историческая. На битинге под названием «Своих не бросаем» были и первые лица региона. Много пришло на театральную площадь не только чиновников, но и студентов со школьниками, а также ветеранов, тех, кто уже прошел горячие точки. К примеру, региональный депутат Александр Янкулович уже три раза просился на Украину, но его не пустили. Там у него сын, спецназовец, воюет не первый месяц. У меня сегодня воюет там сын. Сын старший лейтенант спецназа, офицер. Сегодня воюет на тех местах, где воевал мой дед, гвардии капитана Янкуловича своим батальоном. На дружественной нам территории когда-то сумели взрастить новый неонацизм, который снова угрожает нашей стране, нашим жителям, и готовит уничтожить все русское, все доброе, все человечное. Только за то, что мы говорим на другом языке, веруем по другим канонам, что мы думаем по-другому. Хочу сказать слова благодарности каждому жителю нашей области, который с первых минут проведения военной операции стал помогать нашим братьям, которых убивали, которым не давали мирно жить, которых разъединяли с нами. Небезопасный путь. Дорога к новой школе в Ласточкино представляет угрозу для детей. В этом уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он посетил микрорайон в ходе рабочего визита в наш город. Политик отметил, что проект подхода к образовательному учреждению обсуждался еще год назад. Однако за это время ответственный за строительство чиновник так и не сделал его безопасным. А свое решение объяснил тем, что перенос дороги слишком затратный для бюджета. Вячеслав Володин ответил на это очень резко. Короче говоря, увольняйте его, а дальше совесть пускай его мучает. Но, Роман, тут по-любому, даже если надо будет затратным, надо думать о том, как выходить из этого положения. Потому что между огромным микрорайоном, где живет несколько тысяч человек, и школы две полосы препятствий – гаражи и дорога. Здесь надо и это все сносить, и дорогу надо убирать. Думаем-то о детях. И не о том, что вот здесь галочку поставили, в июле сдали. Обстановка с пожарами в регионе остается сложной. Жара прошла на смену ландшафтным возгораниям, пришли возгорания в жилом секторе. Причины типичны для этого периода, когда отопления еще нет, но согреться хочется. Граждане начинают активно применять печи и обогреватели. Все подробности, тема у Наталии Куличенковой, начальника пресс-службы МЧС области. Спасибо, Жанна. Действительно, осенний период всегда сопровождается всплеском техногенных бытовых пожаров в жилье граждан. На этой неделе таких случаев было около 30 в регионе. Есть пострадавшие на пожарах. В Саратове на Тархово горела квартира на шестом этаже десятиэтажки. Площадь небольшая – 10 квадратных метров. Пожарные вывели из огня молодого человека с отравлением продуктами горения. Его госпитализировали. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Пострадал сам, спалил квартиру. И еще один случай с пострадавшим произошел в Ивантеевке. Двухэтажный жилой дом. В одной из квартир под утро произошел пожар. Выпивали, курили. В итоге женщина, 48 лет, в больнице с отравлением продуктами горения. Квартира сильно пострадала от пожара. Перед началом отопительного сезона все больше проводим профилактических рейдов. В старом жилом фонде, где есть печи, колонки, инспекторы напоминают гражданам основные правила. Это кадры с последнего совместного рейда сотрудников МЧС и Саратовгаза по жилым домам с газовым отоплением на улице 2-й Садовой. Первый адрес – двухэтажный дом на четыре квартиры. Отапливаются здесь газовыми печами. Рекомендации дают и специалисты газовой службы, и Государственного пожарного надзора. Игнорирование замечаний грозит пожарами. Для вашей безопасности раз в три месяца проводится очистка дымоходов. А сюда притопочный лифт размером не менее 50 на 70 сантиметров. Это для всех деревянных полок и горючих материалов. Основными причинами пожаров являются нарушения правил эксплуатации и установки электрооборудования, печей и дымоходов, неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. Сейчас граждане вступают в отопительный период. Это новые риски печи, обогреватели. В ходе рейдов мы предупреждаем граждан, напоминаем об основных правилах безопасности при эксплуатации отопительных и газовых печей. По словам специалистов МЧС, рейды такие будут проводиться сейчас часто. Адреса подбираются, исходя из типов домов, способа отопления, категории проживающих. Работают здесь наши инспекторы совместно с газовиками, полицией, органами опеки. Основная цель в прямом смысле порой достучаться до людей и предупредить пожары. Купальный сезон в регионе завершен. По данным государственной инспекции по маломерным судам, за лето утонули 46 человек, в том числе четверо детей. Основная причина гибели взрослых – купание в состоянии алкогольного опьянения в несанкционированных местах. Дети погибли по недосмотру взрослых. За текущий год привлечено к административной ответственности более 1300 судоводителей. В основном саратовцы нарушают правила эксплуатации судов. Это отсутствие бортовых номеров, технического освидетельствования, используют незарегистрированные суда. Также нарушают правила перевозки пассажиров и правила плавания. Сюда относятся превышение скорости, передвижение в запрещенных местах. Сейчас в самом разгаре сезон осенней рыбалки. В МЧС советуют не забывать основные правила безопасной рыбалки. В этом году в регионе произошло уже 6 аварий с маломерными судами. В последнем случае был минувший выходной в Воскресенском районе. На реке Волга у села Чердым столкнулись два судна. Одно из них – лодка ПВХ. Два рыбака погибли. Ловили рыбу в ночное время без бортовых огней, что делать категорически запрещается. Соблюдайте правила безопасности. Новая информация уже через неделю. Спасибо. Наталья Куличенкова, начальник пресс-службы МЧС области, рассказала о чрезвычайных событиях за неделю. В Саратове пенсионерка перевела мошенникам 800 тысяч рублей. В полицию обратилась 63-летняя женщина. Она рассказала, что ей на телефон поступили звонки от якобы сотрудника полиции и различных лжеспециалистов банка. Они убедили ее в том, что деньги нужно срочно спасать от злоумышленников. Уговорили пенсионерку оформить кредит и перевести средства на безопасные счета. В реальности подконтрольные преступникам. Итог общения с неизвестными – долг перед банком и квартира в залоге. Помните, что сотрудники банков либо представители правоохранительных органов не звонят для предупреждения об имеющихся проблемах, связанных с картами. Не следуйте инструкциям и не отвечайте на вопросы, а сразу положите трубку. Никогда никому не сообщайте персональные данные и данные своей банковской карты. Помните, безопасных либо резервных счетов не существует. Это обман. Будьте бдительны, а также предупредите своих пожилых родственников о фактах мошенничества. Жаловаться можно. Продолжает работать народная приемная «Саратов-24». О самых вопиющих проблемах мы рассказываем в эфире. Рубрику делаем совместно со специалистами Центра управления регионом. Слово его представителю Ксении Коновой. Спасибо, Жанна. На этой неделе ЦУР зафиксировал в соцсетях и платформе «Госуслуги. Решаем вместе» порядка тысячи сообщений. Самой популярной стала тема ремонта дорог и обустройства тротуаров. Вторую позицию заняли вопросы благоустройства. Также актуальными остались обращения в сфере ЖКХ. На четвертой строке впервые за долгое время появились вопросы вакцинации и лечения ковида. Замыкает топ-5 образование. Расскажу, какие проблемы решались в последнее время. Так, житель Саратова рассказал, что на улице Пугачева развалился лежачий полицейский. Из-за этого автомобилисты прокалывали колеса. Жалобу горожанин опубликовал в Телеграм. ЦУР зафиксировал информацию и передал администрации Фрунзенского района. На следующий день искусственную неровность привели в порядок. Другое сообщение зафиксировали в соцсети ВКонтакте. Жители Балакова рассказали, что на улице Комсомольской затопило двор. В комментариях к посту пользователи пошутили про Волжскую Венецию. И отметили, что после дождей по этой улице можно передвигаться только на лодке или с аквалангом. ЦУР ознакомил с информацией администрацию района. В этот же день начали откачивать воду. Жанна, передаю вам слово. Спасибо. О жалобах, которые поступали к нам в редакцию, расскажет Роман Базан. Ром, здравствуй. Тебе слово. Приветствую, Жанна. К нам обратилась Раиса. Горожанка говорит, что уже 20 лет ждет дорогу у 19-го дома на 4-й прокатной. Та, что должна была соединить микрорайон Техстекло и 68-й поселок. Это и для пожарных, и для врачей тоже нужно. На сегодняшний день дороги нет ни пешеходной, ни автомобильной. Состояние жуткое, плюс периодически там прекрасно себя чувствуют алкоголики, маньяки. А неподалеку, на проспекте Строителей, где расположен Центр детского творчества, жители просят облагородить лестницу к самому учреждению. Говорят, ноги можно переломать. С похожей проблемой столкнулась Дарья. Она просит сделать пандус на крыльце библиотеки, что на Чехова-2. Говорит, что он есть, что его нет. Приходится таскать коляски на руках. Да, ситуация очень неприятная. Спасибо, Роман. Роман Базан рассказал о жалобах, которые поступали от наших телезрителей. Мы ждем от вас новые обращения. Если есть возможность их проиллюстрировать, мы будем только рады. Далее прогноз погоды. О нем нам подробно расскажет Александр Новохадский. А сразу после продолжим знакомить вас с новостями. Чтобы все это выросло, я работаю каждый день от зари до зари. Я выращиваю для вас хлеб, овощи, мясо. Все это стало возможным в том числе благодаря поддержке кооператива «Гарант Кредит». Сбережения, вложенные в сельское хозяйство, эффективно используются и могут приносить стабильные доходы. «Гарант Кредит». Телефоны в Саратове 906-444, 708-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Гарант Кредит». Выгодные программы по сбережениям на срок от 3 до 36 месяцев. Здравствуйте. В субботу, 24 сентября, на Святую Феодору, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе и Балакове переменную облачность. Местами, возможно, небольшие осадки и туман. Ветер юго-западный, западный, от 2 до 6 метров в секунду. Днем до плюс 22 градусов, а ночью до плюс 9. Партнер выпуска – юридическая компания «Росбанкрот». Просрочка. Не могу платить кредит. Да, вам банкротство подойдет. «Росбанкрот». Поможем вам. Перевернем деньги. 8 800 550 67 67. В Саратове и Англии севетренной также может случиться небольшой дождь. Температура днем до 17, а ночью до 10 выше нуля. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба. Партнер прогноза погоды – фермерская ярмарка от Абхазии до Камчатки. Натуральные деликатесы приготовлены по-домашнему вкусно. Абсолютно все можно продегустировать. Подмечено, если у домашней кошки сужены зрачки, то атмосферное давление понижается, а расширенное – повышается. А спонсор прогноза погоды – клиника «Точка зрения». Фиксированные цены на операции без доплат. Качественное зрение доступно каждому. Всем добра, здоровья и терпения. До встречи. Плохое зрение не позволяет читать и вязать? Трудно разглядеть маршрут автобуса? Это проблема. Но у Саратовской клиники «Точка зрения» есть решение. Удаление катаракты с имплантацией хрусталиков ведущих мировых производителей. Телефон в Саратове 25 17 98. Мы не играем на понижение цены. Мы предлагаем высокое качество. По коридорам консерватории ходит призрак. Об этом рассказали саратовским журналистам. Для представителей местных СМИ провели экскурсию по этой музыкальной альмаматор. Показали репетицию, новые инструменты и старинные документы. Надежда Новикова узнала, на чем играет призрак, которого видят студенты в коридорах этого заведения. Здесь сидят у нас такие гаргулья. Пригласили в консерваторию, но не на концерт, а на экскурсию. Саратовских журналистов в честь юбилея решили поближе познакомить с историей этой музыкальной альмаматор. Для начала показали фото здания, которое было раньше на этом месте. Саратов не просто гордится этой консерваторией, уникальной и зданием, и сотрудниками, и своей историей. Ну и главное, людьми, конечно, которые в этой консерватории когда-то работали и работают сейчас. Людьми, которые учились в этой консерватории. Журналисты увидели и уникальные исторические документы, узнали про преподавателей этого музыкального учреждения. Но самой интересной оказалась мистическая легенда. Ее рассказала сотрудник консерватории Ирина Слива. Раньше, якобы, студенты видели, как по коридорам бродит призрак соратника первого ректора этого заведения. Пан Ладо как бы очень сильно загрустил, начал болеть и тоже очень быстро скончался. Но часто студенты видели, как бы, его призрак в консерватории, который появлялся по вечерам. Это человек, проходящий вот через этот зал или этажу вверх, ну, выше. И он шел именно со скрипкой. Был такой силуэт. Кроме исторических документов и фотографий, журналистам показали и 100-летний рояль. Он единственный в России, который хранит автограф Рахманинова. Кстати, инструмент рабочий. И периодически участвует в концертах. Напротив старинного рояля расположился новичок. Голландский клавесин на днях доставили в консерваторию. И уже скоро его задействуют во время концерта. Надежда Новикова, Олег Буланов, Саратов, 24. 210 лет со дня начала Отечественной войны. В музее-усадьбе Чернышевского открылась экспозиция, посвященная военной истории 1812 года. На выставке впервые представлены уникальные портреты генералов, неопубликованные ранее исторические материалы и экспонаты из частных коллекций. Жители Саратовской губернии внесли им большой вклад в победу. Их имена вписаны в историю нашего региона. Саратовская губерния постреляла в армию строевых лошадей и валов. Жители губернии организовали сборы пожертвований как вещами, так и деньгами. Генерал Казачковский, родственники Николая Гавриловича Чернышевского. На Бородинском поле сражались артиллеристы Афанасий Алексеевич Столыпин, двоюродный дедушка Лермонтова. Всего в экспозиции представлено более 70 предметов. Среди них есть и уникальные экспонаты. Гости выставки впервые смогут увидеть материалы из архива доктора исторических наук Николая Троицкого. Особую ценность представляет его рукопись двухтомной монографии «Наполеон Великий». Она была опубликована уже после смерти ученого в 2020 году и считается одной из лучших работ о французском полководце. Посетить выставку можно будет до 1 декабря. Та нить времен, которая связывает наши юбилейные времена, потому что уже много лет прошло в Бородинском честь Николая Алексеевича, с той эпохой, когда Бородинская битва произошла. Но и здесь же в музее хранится архив Николая Алексеевича. Я думаю, что он будет востребован. И даже прочтение небольшой части этого архива, оно вот окунает в ту жизнь, в эпоху, в творчество Николая Алексеевича, в понимание того, почему он вел эти бои за историю. Кот Саратовский. Именно он стал одним из победителей отборочного этапа фестиваля стрит-арта «Форм-арт». Авторы работы Владимир Куц и Игорь Петров украсили им стену дома номер 42 на улице Советская. Как признаются художники, идея изобразить именно кота возникла не случайно. Кот – это то животное, которое с нами очень давно, уже несколько тысячелетий. Он и в сказках, и в пословицах везде присутствует. И начали обсуждать котов в рамках саратовской истории. И пришли к тому, что здесь рядом с фасадом был дом, где проживал Булгаков. И то, что на углу. И то, что это какой-то такой символизм, как кот-бегемот. И вот в диалоге родился вот такой вот кот. Еще если мы заметили, у него в цилиндре есть портал такой. Это земля саратовская. Холмы, сосны на горе, на Лысой за вокзалом. И как бы луна. То есть при желании, если долго смотреть, можно попасть в другой мир. Всего на конкурс было подано более ста заявок. Из них в финал прошли только 14 работ, по одной от каждого региона. На протяжении сентября саратовцы смогут отдать свой голос за лучшую из них. Победители получат денежные призы для дальнейшего развития творчества. О главном к этому часу все. Следите за новостями. Вы можете и в наших соцсетях. Читайте телеграм-канал Саратов 24. Ищите нас также во Вконтакте и Одноклассниках. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok